Пять способов снижения материалоемкости конструкции пищевого оборудования. Снижение массы. Повышение коэффициента использования материала. Выбор рационального материала. Унификация узлов и деталей. Рационализация конструктивных схем. Структурная и удельная материалоемкость. Способы упрочнения материалов. Жесткость конструкции. Замена изгиба растяжением сжатием. Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств. В этой лекции мы рассмотрим пути снижения материалаемкости изделий. Различают материалаемкость структурную и удельную. Структурная материалоемкость позволяет исследовать рациональность выбранной номенклатуры материалов, возможность исключения дорогостоящих и дефицитных материалов, использования стандартных профилей проката. Удельная материалоемкость – это отношение объема к основному параметру машины – мощности, производительности и тому подобное. Расчет удельной материалоемкости проводится по формуле, представленной на экране. Удельная материалоемкость на единицу технико-экономических характеристик необходимо для сравнения машин одинакового эксплуатационного назначения, но различной мощности, разной производительности. Основные пути снижения материала емкости изделия. Первое. Снижение массы. Второе. Повышение коэффициента использования материала, отношение основного параметра машины к массе. Третье. Выбор рационального материала. Четвертое. Унификация узлов и деталей. Пятое. Рационализация конструктивных схем путем устранения излишних запасов прочности. Замены металлических материалов неметаллическими. Применение более прочных материалов. Один из способов снижения массы – это рациональное нагружение деталей, когда напряжения будут одинаковы в каждом сечении деталей по ее продольной оси и в каждой точке сечения. Это возможно только когда нагрузку воспринимает все сечение детали – растяжение сжатия. Таким образом достигается равнопрочность. При изгибе, кручении и сложных состояниях напряжения распределяются по сечению неравномерно. Следует по возможности осуществлять замену изгиба и кручения растяжением сжатием. Рассмотрим несколько схем облегчения узлов и деталей. Удаление слабонагруженного центра сечения обеспечивает более равномерное распределение напряжений. Смотри рисунок слева на слайде. Увеличение наружного диаметра – на рисунке обозначено V – позволяет привести напряжение к прежнему уровню и при дальнейшем увеличении наружного диаметра снизить напряжение. На рисунке на слайде справа приведено изменение схемы нагружения шатуна. На схемах, помеченных буквами А и В, шатун работает на изгиб. На схеме, помеченной буквой В, шатун работает на сжатие и масса его будет меньше. Для материалов с симметрией прочностных свойств, сопротивляющихся сжатию лучше, чем растяжению, например, серый чугун, пластики, соотношение между максимальным напряжением сжатия и растяжения целесообразно увеличивать в отношении пределов прочности при сжатии растяжения. На слайде, на рисунке слева, приведены нецелесообразная, помеченная буквой А, и рациональная, помеченная буквой В, конструкции литого кронштейна из серого чугуна, подвергающегося изгибу. Одним из направлений облегчения деталей является удаление металла из явно малонапряженных участков, находящихся в стороне от силового потока. Рассмотрим на слайде представленные шестерни, фланцы и пазовый поводок. Шестерни типа дисков на рисунке под буквой А целесообразно облегчать удалением металла из малонагруженных участков, помеченной цифрой 2. На рисунке Б приведен пример утончения фланца по направлению к периферии. В конструкциях пазового поводка облегчение достигнуто изменением наружной конфигурации диска поводка и уменьшением толщины диска. Ширина рабочих граней пазов, определяющая несущую способность поводка, сохранена прежней путем окантовки пазов. На слайде Приведена схема изменения конструкции вала для достижения равнопрочности. На схеме А цилиндрический вал, у которого Г равно 1. Отношение диаметра вала в центре к диаметру вала у торцов. На схеме Б вал с эллиптическим сечением и Г равно 0.7. На В вал с эллиптическим сечением, закрепленный в опорах. На слайде показано повышение коэффициента использования материала, замена паковок литыми деталями, получение заготовок с помощью горячей или холодной штамповки, применение стандартных и специально облегченных профилей. Наибольшие возможности уменьшения массы заложены в применении рациональных конструктивных схем с наименьшим числом деталей и наиболее выгодным течением силового потока. Сокращение звеньев механизма и устранение излишних звеньев способствуют значительному снижению массы машины. Примером рационального размещения деталей с целью уменьшения объема и габаритных размеров может служить двухступенчатый редуктор. Исходную конструкцию на рисунке А, выполненную по обычной трехвальной схеме, можно сделать более компактной и легкой, если конечное зубчатое колесо 4 перебора установится осно с начальным колесом 7 на схеме Б, так называемая двухвальная схема. При таком расположении колес 1 значительно снижаются силы, действующие на промежуточные колеса 2 и 3 и определяющие нагрузку на подшипники. На рисунке В силы P, X и P2 от начального и конечного колес направлены в одну сторону. Их результирующая R значительно. На рисунке В силы P, X и P2 направлены в разные стороны, благодаря чему результирующая R уменьшается почти в два раза. Масса конструкции во многом зависит от силовой схемы. Силовая схема рациональна, если силы замыкаются на коротком участке элементами, работающими на растяжение или сжатие. Привод роторной машины 1 через редуктор 2 и коническую шестеренную передачу 3 нерационален. Возникающие на шестернях радиальные и осевые силы нагружают валы и корпуса машины и редуктора. Целесообразен привод от фланцевого электродвигателя через соосный редуктор 4, смонтированный непосредственно на корпусе машины. В этом случае реактивные силы привода уравновешиваются наикратчайшим путем в корпусе редуктора, не вызывая дополнительных нагрузок на элементы системы. Габариты установки резко сокращаются. Рассмотрим способы упрочнения материалов. Различают 5 таких способов. Первый. Горячая обработка давлением. Упрочнение происходит в результате превращения рыхлой структуры слитка в уплотненную с ориентированным направлением кристаллитов. Пустоты между кристаллитами уковываются и завариваются. Прослойки примесей по стыкам кристаллитов дробятся и под действием высокой температуры и давления растворяются в металле. Рекристаллизация. Из обломков кристаллитов возникают новые мелкие зерна. Направление волокон должно быть согласовано с конфигурацией деталей и направлением действия рабочих нагрузок. Второй способ. Лигирование. Повышение прочности с дифференциальным улучшением частых характеристик. Вязкости, пластичности, упругости, жаропрочности, хладостойкости, сопротивлении износу, коррозионной стойкости и других. За счет присадки легирующих элементов. Алюминия, титана, никеля, хрома и других. Третий способ. Упрочняющая термическая обработка. Закалка высоким, средним и низким отпуском. Изотермическая закалка. Которая вызывает образование неравновесных структур с повышенной плотностью дислокаций. И сильно деформированной атомно-кристаллической структурой. Сорбит. Троусит. Мартенсит. Байнит. Для конструкционных стали часто используют улучшения. Закалка с высоким отпуском на сорбит. Наиболее удачное сочетание прочности, вязкости и пластичности. В пищевой промышленности также используются стали мартенситного класса. Четвертый способ. Упрочняющая химико-термическая обработка. Насыщение поверхностного слоя углеродом. Цементация или азотом. Азотирование. Ее разновидность. Термодиффузионное поверхностное легирование. То есть насыщение поверхностного слоя атомами легирующих элементов. Хромолитирование. Насыщение хромом и алюминием. Сульфоцианирование. Насыщение серой, углеродом и азотом. Бороцианирование. Насыщение бором, углеродом и азотом. Титонирование. бирилизация, бурирование, силицирование и так далее. И пятый способ упрочнения это обработка методами холодной пластической деформации, то есть штамповка. Далее рассмотрим жесткость конструкции и основные расчетные формулы, которые позволяют понять в какую сторону нам следует изменять конструкцию для повышения ее жесткости. Итак, жесткость это способность системы сопротивляться действию внешних нагрузок с деформациями, допустимыми без нарушения работоспособности системы с наименьшими деформациями. Податливость, понятие обратной жесткости, свойства системы приобретать относительно большие деформации под действием внешних нагрузок. Жесткость оценивается коэффициентом жесткости, представляющим отношение силы p, приложенной к системе, к максимальной деформации, вызываемой этой системой. Для сжатия растяжения, согласно закону Гука, λ равно p деленное на f. Полную формулу вы сейчас видите на слайде. Формулы для расчета коэффициента податливости, а также для лямбда кручения для кручения и лямбда изгибающего для изгиба вы сейчас видите на слайде. Жесткость конструкции определяют следующие факторы. Модуль упругости материала E, модуль нормальной упругости при растяжении сжатия. Модуль сдвига G, при сдвиге кручения. Геометрические характеристики сечения. Сечение F при сдвиге растяжения сжатия. И С, момент инерции при изгибе. Полярный момент инерции ИП при кручении. Линейные размеры деформируемого тела. Вид нагрузки и тип опор. Коэффициент А. Конструктивным способом повышения жесткости относят следующее. Всемерное устранение изгиба. Замена его растяжением или сжатием. Для деталей, работающих на изгиб, целесообразна расстановка опор. Исключение невыгодных по жесткости видов нагружения. Рациональное, не сопровождающееся возрастанием массы, увеличение моментов инерции сечений. Рациональное усиление конструкции ребрами, работающими предпочтительно на сжатие. Усиление заделочных участков и участков перехода от одного сечения к другому. Блокирование деформации, введение поперечных и диагональных связей. Привлечение жесткости смежных деталей. Для деталей коробчатого типа применение с коробчатых, сводчатых, сферических, яйцевидных и тому подобных форм. Для деталей типа дисков применение конических, чашечных, сферических форм. Рациональное орибрение, гофрирование. Для деталей типа плит применение прочных, коробчатых, двутельных, ячеистых и сотовых конструкций. Рассмотрим один из перечисленных вариантов, а именно замену изгиба растяжением с сжатием. При изгибе и кручении нагружены преимущественно крайние волокна сечения. При растяжении сжатий напряжения одинаковы по всему сечению. Материал используется полностью. Жесткость стержней в раскосом кронштейне видоизменяет условия их работы. Балочный кронштейн рисунок А подвергается изгибу. Стержни в раскосом кронштейне рисунок Б работают преимущественно на растяжение сжатия. Конструкция становится еще более прочной и жесткой, если стержни кронштейна соединить сплошной перемычкой. Кронштейн ферменного типа с вертикальным стержнем рисунок Г значительно менее жесткий, чем кронштейн на рисунке Б, так как конец вертикального стержня под нагрузкой перемещается приблизительно по направлению действия силы и для ограничения деформации его жесткость не используется. На представленном слайде на рисунке А показан случай нагружения цилиндра осевой силой. Нагрузка вызывает прогиб днища цилиндра, передающиеся обечайки через пояс, сопряжение обечайки с днищем. Деформации показаны штриховой линией. Система является не жесткой. При замене цилиндра конусом схема B система по основной схеме восприятия сил приближается к стержневой ферме. Стенки конуса работают преимущественно на сжатии. Повышенную жесткость имеет сферическая, яйцевидная и подобные им формы схемы В и Г. Приведены примеры жестких конструкций на схеме от D до Z. В этих случаях повышение жесткости и прочности состоит в придании деталям кольцевых поясов жесткости, из которых верхний работает на сжатие, а нижний на растяжение. В усиленных конструкциях на рисунках от I до M введены элементы, непосредственно воспринимающие силу сжатия ребра, цилиндры и конусы. Задача увеличения жесткости путем блокирования деформации заключается в том, чтобы найти точки наибольших перемещений системы, деформируемые под действием нагрузки, и предотвратить эти перемещения введением элементов растяжения сжатия, расположенных по направлению перемещений. Классическим примером решения этой задачи является увеличение жесткости рам и ферменных конструкций раскосами. Наиболее эффективно введение диагональных связей раскосов, подвергающихся растяжению или сжатию. В порядке возрастающей жесткости на рисунках от A до M представлены схемы плоских ферм, а на рисунках от K до N сложных плоских ферм с усиливающими элементами, предотвращающими продольный изгиб и потерю устойчивости стержней. В этом видео мы коротко рассмотрели снижение материала емкости конструкции. Это была еще одна из лекций, из цикла лекций, посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств. Другие лекции, посвященные этой теме, вы можете посмотреть по ссылке в описании или в подсказках, или на конечных заставках, нажав на одну из плашек. Мы продолжим. В следующих видео лекциях разговор о проектировании технологического оборудования пищевого производства. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok